Лучшие из лучших на дорожках и скамье теоретиков, прошедшие на финал региональных игр, были отобраны из 120 учащихся 10-х классов школ. Всего 9 агонистов и 12 теоретиков, из которых уже на телевизионную программу «Умники и умницы» к Юрию Вяземскому в Москву поедут только пятеро. Многие до сих пор не верят, что мечта детства вот-вот сбудется. У меня это было решение Юрия Павловича совершенно неожиданным. Готовилась я. Я читала много книг. Я даже не надеялась, но я знала, что что бы ни было, мне это пригодится в дальнейшем в жизни. И просто шла вперед. Основной темой гуманитарной олимпиады выбрали жизнь и творчество Ивана Гончарова. И по мнению Юрия Вяземского, для такой игры достаточно узкую. К столичной телевикторине «Умники и умницы» ульяновцам предстоит более серьезная подготовка. Больше книг для изучения, шире тематика. Так что у меня, пускай ульяновцы не ожидаются, у меня будут очень широкие темы. Их будет три. Я всегда эти темы даю за месяц. То есть на каждую тему. За три месяца они получают три темы. И, соответственно, у них есть месяц на подготовку для того, чтобы потом достойно у меня выступать. И темы, конечно, будут широкие. Чем дальше от столиц и чем меньше города, тем сильнее участники. Удивительную закономерность Юрий Павлович выявил за долгие годы существования программы, когда победу на дорожках довольно часто одерживали самородки из глубинки. В этом сезоне самые сильные девочки. Это первая тенденция. Мальчики уступают. Однозначно. В этом возрасте. Потом мы наверстываем. И потом это поселки. Поэтому, когда я вижу поселок, я понимаю, так, видимо, устроена наша удивительная страна, понимаете, что столица, она мешает вообще получать образование. А когда ты живешь в поселке, тебе ничего не мешает. Ты читаешь книжки, ты готовишься. В этом тайна России. Поэтому она непобедима и бессмертна. В пятерку победителей финала региональной олимпиады со скамьи теоретиков вошел ученик Вишкаемской средней школы номер два Михаил Родионов. Свою подготовку он оценил как весьма скромную, но при этом на вопросы отвечать не боялся. И благодаря заработанным орденам вырвался вперед. Игра мне очень понравилась. Можно встретиться с множеством интересных людей. И обсудить с ними не только саму тему, а что-то, например, отличенное. Например, политика, жизнь и так далее. Кстати, впервые на всероссийском уровне участница из Ульяновска одержала победу этой весной. Евгения Карцева из 33-й гимназии положила хорошее начало. И теперь наши школьники не собираются останавливаться на достигнутом. Екатерина Мазуряк, Константин Никитин, репортер 73.